В основном я привожу Игоря на работу и сижу вот на этом кресле. Ибо и Боба два долб... и такой, блин, мне нужен второй долб... И потом мы встретились. Ваня, ты мне нравишься. Всем привет! На связи еженедельный сатирический видеожурнал «Чили Брос». С вами Биба и Боба, два долб... Бибу вы знаете, а Боба — это человек-загадка, он представляется сам. Всем привет! Я не думал никогда, что окажусь по эту сторону, но вот как-то все вот так вышло, и я здесь, я Иван. Сука, как это было скучно! Мне уже нравится этот стрим. Да, слишком много баб стало в последнее время, прямо малина какая-то жесткая. Поэтому мы решили сегодня вытащить в эфир, так сказать, на свет нашего самого теневого участника. У нас есть еще человек, который уже много тысяч лет проводит в темноте, но ему просто нельзя на свет, иначе его кожа начнет шипеть и гореть. Это древнейший из вампиров, он же Серхио, наш режиссер прямых эфиров. Второй по теневовости — это наш продюсер Иван. И он сейчас расскажет, чем он занимается в «Чили Брос». В основном я привожу Игоря на работу и сижу вот на этом кресле, где мы смотрим на авито, палочников и сурикатов. Это правда, это то, что мы делаем. Мы смотрим палочников, и он привозит меня на работу. Еще мы заезжаем за кофе и читаем газеты. Я не понимаю, как разговаривать, когда Игорь говорит все время, и его не перебьешь никак. Да, в целом, Вань, ну ты так нормально, все в порядке. Что, сиди как бы, чили, нормально, все. Представляете, я недавно решил посмотреть наши видосы, никогда так не делал. Я понял, какой кайф без запикиваний смотреть. Ребята, это киллер фича. Запикивания уничтожают всю суть контента. Очень плохо. Ребята, подписывайтесь на Бусти, смотрите без запикиваний наши ролики первыми. И получайте, соответственно, доступы ко всяким уникальным промокодам и другой крутой фигне. Там еще соус можно получить. Да, там можно еще ежемесячно получить свежий соус, если вы подписаны на двушку. Тухлый, если вы подписаны на косарь. И еще все остальные приколюхи этого мира. Все есть у нас на Бусти. Не знаю, что вы тут сидите и ждете. В принципе, надо бежать и все делать. Соус. Переходим к соусам. Первый соус выбрал Ваня. Там спрашивали, кстати, любишь ты красный или зеленый? Я люблю зеленый. Мы как раз обсуждали это, когда выбирали соус. И зеленый, и халапеньо, и вот это все мне больше нравится. Half Hot Soits. Называется Trippy Pickle. И, соответственно, там Pickle. Я не пробовал такого производителя. Мне нравится этот стрим. Мне нравится Ваня. Ваня, ты мне нравишься. Ваня, ты мне нравишься. Сука, вырежем это. Хочешь понюхать? Он пахнет солеными огурчиками дяди Вани, кстати говоря. Знаешь, такого производителя? Это ты делаешь? Нет. Короче, все соусы пахнут уксусом. И чем-то отдаленно, какими-то перцами, и все. И когда вы в них что-то разглядываете, я не понимаю, потому что они все пахнут уксусом. Ты пахнешь уксусом, блин. Ты не пробовал прекраснейший соус, который пахнет хлебом с маслом, например? Нет, нет. Я хотел, кстати, мы сегодня, когда делали заказ, я хотел спросить, есть он или нет. Потому что, когда я смотрел этот выпуск, я был очень заинтригован. Да Ваня еще молодой, вы не понимаете, он еще сейчас разберет. Вот этот пахнет уксусом? Он пахнет уксусом и огурцами. Но он пахнет рассолом. Опять же, к водке, да, идеально выбрал? Да. Мне безумно нравится консистенция. Она напоминает, как будто бы, типа... Слайм. Да, или желе какое-то. Ну, в целом, слайм. Во-первых, он очень плохо выглядит. Мне совершенно не нравится его этикетка. Что ты скажешь? Мне интереснее больше, что ты скажешь. Ну, он прикольный по консистенции. Как будто бы это перемолотые в блендере огурцы. Фрэш Хабанера. Тут есть свежий Хабанера. Вы знаете, Хабанера, он очень специфичный на вкус и аромат. И в отличие от Хардбит, кто не смотрел, посмотрите наш выпуск, где мы действительно пили водку без Жириновского. Но там были Леха и Леха. Там был Хардбит, Дил, Дик Пикклс. Дил, Дик Пикс. Дик Пикклс. Да. И там прямо был вот этот... Ну, как будто прямо ты огурец надкусил. А здесь как будто ты попил именно рассол. Да, он достаточно жидкий и, ну, вот реально, как будто просто взяли банку огурцов, засунули туда блендер, поблендерили и получился соус. Но он достаточно вкусный. Он необычный. Вкуснее, чем Хардбит. Он необычный. Или какой тебе больше понравился? Хардбит. Мне больше Хардбит понравился. Следующий соус... Я прочитал описание на сайте, и написано, что это лучший Чипотли соус в 2019 году, между прочим. И он пахнет Чипотли. Мне нравится, как Калис переработал свою... Этикетку? Ну, вообще, визуальную коммуникацию бренда с потребителем. У них и до этого был неплохой, на мой взгляд, дизайн, но он был такой, типа, слишком премиум-премиум. У них теперь все соусы, они как бы от единички до десяти пронумерованы. И это просто Калис номер четыре, Калис номер семь. Мы, кстати, все почти купили, кроме третьего. Потому что, ну, очевидно, закупкой занимался Гейб Ньюэлл, да, он, типа, Half-Life 3, Дота 3, Калис 3. Это все ху**, это все забанило. Ну, пахнет он прям очень вкусно и очень копчено. Чипот... О, ну, прям Чипотля? Да, прям максимум Чипотля. И... Ну, да, и вот этот дым, короче, копченость какая-то. Блин, обожаю вообще. Ну, на самом деле, Чипотля — это просто мега кайф. Он как будто бы очень вкусный и менее острый даже, чем этот. Мне нравится, как будто бы, типа. А на самом деле? Он очень вкусный, но как будто бы менее острый. И у него прикольная консистенция. Он на запах, короче, намного более насыщенный, чем на вкус. Ну, вот мне не хватило немножко прям такого... Ты чувствуешь прям этот дым. И тебе хочется, чтобы когда ты его попробовал, у тебя немножко прям аж подзавернуло так, типа, ниху** он копченый. А тут вот он просто очень вкусный, он Чипотли. Но как будто бы ты немножко не добираешь того, что ожидал по запаху. И мне кажется, как и соли маловато. Спродюсируй это дерьмо. На свой взгляд. Ну, типа, по-рядам. Они одинаковые. Так давай тогда поставим их. Вот этот острее в начале, тут приходит острота в конце. Все, они на абсолютно одном месте, как бы. Так, ну и давай перейдем, наверное, к третьему. По фасту вообще раскидаем все. Ну, вот этот самый, типа, интригующий соус. Он с грибами. С дикими грибами. Дикие грибы. А был грибной, был грибной соус. Дикие, которые ты вчера на пляже ел? Я шампиньоны ел. Ну, они были домашние, получается, да? Он очень странно пахнет. Каждый раз так думаю, когда тебе в машину сажусь. Шучу, ребят. В смысле он пахнет? Он пахнет грибами. Ну, странными грибами. Я, знаешь, какие грибы люблю вот эти дерьмовые наборы. Для супа, типа, сухих дегидрированных грибов. Вот там белые обычно. Там разные. Там дикие грибы, дикие. Абсолютно дикие, необузанные грибы. И вот это пахнет так же. Какой-то сухой массой странных ноунейм грибов. Ну, он вкусный. Очень надо обсудить, ребята. Ты вообще понял, да? Соус с грибами? Ахуеть. Я очень сильно... Зачем я это тебе объясняю? Вот опять же, да? В пику. Там уже ты говоришь, что все соусы пахнут уксусом. А это да. И он достаточно соленый. И он достаточно грибной. И острый. Офигеть, ребята. Это очень необычный. Очень интересный. И офигенно вкусный соус. Типа. Ну, представьте, грибы. И вы их едите. Вот этот соус, он как такой вот. Он такой три. Да. Вот такие приятные три. Тут пишут на сайте Chulibros.co, что если вы ищете мягкий, ароматный, универсальный, острый соус, то можете не продолжать. Потому что вы его уже нашли. Да. Пикантная смесь земляных грибов, красной пасты мисы и богатого овощного бульона. Этот соус усилит вкус, не облегая ваши вкусовые рецепты. Согласен? Не часто так делаю, но сегодня я говорю, что я забираю этот соус себе. Он вообще просто невероятно лютый. И как будто бы он ко всему подойдет. Хотя он суперстранный, но я вот сейчас представляю, с чем его можно есть, и реально он универсальный. У меня есть даже мысль, что он подойдет даже к грибам. Да. Типа, если вы хотите мега грибы, если бы, если Ленин гриб, и его бы можно было есть, то я бы его ел с этим соусом. Он настолько же, ну, типа, сумасшедший. Хотя задумка-то на поверхности, типа, просто сделай соус с грибами, лол. Но никто так не делал, поэтому первый соус с грибами, который мы попробовали, кроме андердога, он оказался просто, ну, взрывным. И андердог, кстати, грибной, тоже был хуйненный, и я его с большим удовольствием. Он был там чипотли, и грибы были, и это было хуйненное. Ну, там прям грибов не чувствуется. Я даже не знаю, как продолжать, и мне хочется все время просто есть этот соус с наггетсами, со стрипсами, и горя не знать. Кстати, здесь самое время сказать, что, ребята, подписавшись на наш канал, и оставив хотя бы один, а лучше 747 комментариев под этим роликом, когда он выйдет на ютубе в полной версии, вы участвуете в розыгрыше одного рандомного свежего охуенного соуса прямо с нашей витрины. Возможно, это будет этот соус. Возможно, этот или какой-то другой. Но, оставляя комментарии, активно подписываясь и распространяя молву о нашем канале, вы помогаете нам развиваться и участвуете в розыгрыше соусов. Такие дела. Скажи? Да. А ты что, все по делу, типа, говоришь? Да. У меня такой стиль будет. Ладно. Я тоже тогда. Че, по бизнесу? Да нормально. Он пахнет как уксус, во-первых. А во-вторых, знаешь, есть болезнь, где боятся глаз. Трипофобия. Вот посмотри внутрь горлышка. И там семечки. Там семена чия? Там какие-то семена, которые как будто бы много-много глаз. Он пахнет не как уксус? Ваня, из чего мы делаем вывоз, чтобы у тебя в носу пахнет как уксус? Соус пахнет хабанера. Абсолютно точно перцем хабанера. Тут написано, что он 9 из 10. Он гораздо острее, чем предыдущий. Ты хочешь про соус поговорить? Да. Ну ладно, давай. Ваня говорит только по делу, и мне сложно в этом плане как бы с ним соревноваться. Я много положил, как ты считаешь? Нет, нормально. Так это это, как скажите мне, это же семена горчицы и есть. Это же называется ебать ее в рот дижонская горчица. Нет, не дижонская горчица, а ебать ее в рот дижонская горчица. Ебать ее в рот дижонская горчица на соусе. Прикольно, я обожаю горчицу. Что-то он сильно прямо острый, мне кажется. Ну да. Но горчицы там не чувствуются. Где-то немного, когда ты раскусываешь вот эти штуки, но... Ну это то, что вам нравится покупать в нашем магазине, ребята. Типа это то, что нам нравится, потому что мы попробовали 600 с чем-то соусов. Сколько у нас выпусков? 106 на 5 умножить. Ну точно 550 минимум мы попробовали. Поэтому, естественно, когда попадается соус с грибами, с козявками, со слизняками, с хлебом, с маслом. Какой-то удивительный соус. Нам с этого прикольно. А вам точно нравится соус типа этого. Он острый, он дает сразу тебе в рот. Не, не было такого. Он просто острый. Остротой. Ну тебя он типа не накрыл тебя? Ну он типа сразу, но ровненько. То есть не было такого, что типа мгновенно. Он просто нарастает острота. Медленно дал тебе в рот. Да. Ладно. Хочешь еще? Нет, мне достаточно. Как вам такой формат? Вы всякое разное смотрите. Опять же, Биба и Боба. Блин, я же, ну типа, эта шутка буквально рождена была для нашей. Что, ради нее? Да. Ты ради шутки подошел? Я сначала придумал шутку, я даже не придумал. Я просто где-то это услышал или прочитал. Биба и Боба, два долбоеба. И такой, блин, мне нужен второй долбоеб. Потом мы встретились. Ну он пахнет чем-то сладким. Там точно есть, почему мы его выбрали. Потому что там точно есть офигенный лук, видали? Да, и персик. И вот персиком. И персик. Ну то есть, звучит как кайф. А еще там есть капсаицин. Ну типа экстракт. Вы поняли? И я достаточно прям много, много ливану. Кайф? Ну у тебя же должно быть свое посвящение. Мне нравится по консистенции, что он не, ну типа не вылилось вот так сейчас дико. Он как терияки какой-то или как джем, ну не джем, варенье. Это персиковое варенье, да? То есть вот эти ребята, на мой взгляд, очень грамотно воспользовались экстрактом, который они купили где-нибудь на местном рынке, да? Они просто такие, блин, у нас же перцы, это долго это надо растить, их ухаживать за ними, потом срезать, потом дегидрировать или просто там что-то превращать их в меш, там ферментировать и так далее. Просто мы сделаем супер вкусный соус без перцев и потом немножко добавим туда экстракта, чтобы, ну типа, ребята, было по кайфу остроедом. Но он вкусный. Он, блин, ну да, но он персиковый. Да. Опять же, он типа супер сладкий, я не слишком люблю настолько сладкие соусы, как будто лук балансирует типа сладость и, ну, не ощущается, что он прям супер мега сладкий. Дизайн полная хрень, ну, типа, я даже не знаю, какой стороной его показать. Тут вот это, значит, дамочка орет какую-то хрень, сердечки черные, розовый фон. Выглядит пососно, но на вкус это реально персиковое варенье из банки. Которое с кайфом можно полить на свою курицу. Я еще попробую, я не понимаю, типа, кроме как, ну, вот, курица, но с чем его можно есть? Знаешь, что с чем его можно есть? Ты делаешь глазунью с яичинкой. Яичница. На сосиски полил вот это, дижонская горчица мегаострой, которая на восьмерку, да? А на глазунью на саму вот этот. Будет кайф. Ну, он точно, да, какой-то, давай, вот, одинаковый. Что-то такое, да. Сегодня не был обруган, опорочен и опущен ни один соус, потому что все из них представляют достаточно интерес для вас. Этот мне наименее понравился, во-первых, потому что он зеленый, во-вторых, потому что недокрученная идея с хрустящими корнюшончиками, да? Но при этом рассол, ну, это рассол. Вот если бы кусочками огурцы оставались, типа, было бы прикольно. Это персиковый джем, да? Да. Это чипотли супер копченый. Чипотли? Да. Вкуснее? Да. Мега ультра о*****шие грибы. Дикие. Да? Да. И очень острый, е*****, в рот горчица. Такие дела? Я не знаю. У тебя есть что сказать? Поряджем мира, пожалуйста. Нет? Нет, ну, супер вкусный вот этот соус. Типа, грибной, это прям вот очень сильно. Остальные, ну, мне понравился персиковый, на самом деле. Остальные плюс-минус одинаковые. Ну, типа, вот по вкусу именно. Персиковый тебе больше всего понравился? То есть, мне понравился грибной, грибной самый крутой. А персиковый? Потом персиковый. Угу. Остальные, типа, прикольные, но просто соусы. Вы поняли, да? Человек вот, ну, по фактам раз*****ывает все. Все вообще, что нас окружает. И Бибику вводит, что, в общем, огромный плюс в его копилку, так сказать. Немаленькую. Что-то орнул сам себя. Ребят, спасибо всем, кто был. Спасибо, Ваня, что пришел. Ты всегда это делаешь на сегодня. Особенно мне понравилось, как ты... Ты что скажешь вообще? Что-нибудь? Что мне сказать? Мне непривычно. Мне не понравилось. Что же мне сказать? Пылая х*****. Мне понравилось, в принципе. Все хорошо. Что? Что мне нужно сказать? Ничего не говори, знаешь. Слова себя исчерпали, Иван. Все скажет мой. Мне кажется, ты наказан на следующий стрелок. Ура! Ура! А мораль в сей басне, ребята, такова не такая уж это и простая работа, сидеть здесь и вас часами развлекать. Но мы стараемся, справляемся, и благодаря нашей прекрасной команде так здорово, и вам у нас здорово все это получается. Спасибо, с вами был Чилиброско. Ребят, всех любим, команда, вас тоже всех люблю. Спасибо, что вы рядом. Я думал, сейчас камера отключится. Ну, в смысле, не камера отключится, а стрим типа закончится. И ты как начнешь раз*****ть? Нет, зачем? Надо свой образ поддерживать. Это образ, б*****ь, это не образ. Что это? Ваня, ты так существуешь. Ну да. Это не о... А, в смысле... Все мы живем в образе, понимаешь? Когда выйдет этот выпуск, я буду тем, кто напишет, что ты мразь. Хорошо. Я буду ждать. Мне бесит. Все мрази? Нет, мразь только ты? Ну и Юлю маленько. Слайм. Давай будем звать тебя слайм. Сгустик. Ты ездишь на красной баночке, потом вытекаешь из нее на студию. С блестками, кстати. Вот так и живем, получается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...